Могу попробовать создать копию стандартным архиватором. И эту копию мы положим... Так, вот я беру второй раздел. Доразрешаю. Досохранить. Так, а вот загрузочную запись... Сейчас я сделаю загрузчик меню вначале под настрою. А затем мы все это дело проделаем. Так. Хорошая система, красивая. Если поставится, поставится. Вот я именно с этими параметрами-то и хочу все это дело сохранить. На эмуляторе сейчас посмотрим, как это дело выглядит. Линукс, Винда, Линукс Минт и Манжарка. Хорошо. Закрываем это дело. Пойдем настройщик меню. Вот таким образом. Теперь, значит, я пойду через Круссейдер. В корневом режиме. И вот то, что у нас относилось к десятке, я сейчас вот так вот выделю и удалю, потому что оно не работает. Ну вот, удалили. Теперь... Дождемся, когда оно тут освежится. Теперь пойдем и сохраним. Значит, второй раздел я сохраню на пятом. Стандартными средствами записывать будем ее вот сюда. Вот это мне будет совершенно интересно узнать. НТФС. Применить. Что-то ему не понравилось. Так. Не понравилось, так не понравилось. А, ну так его надо вначале отмонтировать, конечно. Глупостями занимаюсь. Так. НТФС. Ну вот теперь он все корректно это дело сделал. Так. А как мы обзовем? Windows 10. Проба. Не хочу я один раздел так еще раз переставлять. Просто посмотрим, встанет ли на этот раздел десятка или нет. Вот и все. Итак, значит, я закрываю. Открываю нашу программку. User. Заводим. Второй раздел. Создать копию. Предрешить перезапись. Сохранить загрузочную запись. Здесь я сделаю, да ради бога, все 12 запущу. Так. Здесь пойдем в пятый раздел. Вот сюда. Ну, в десяточку. Ну, вот здесь вот сжатие возьмем. Стандартное. Не быстрое, не лучшее, не хорошее. А вот просто возьмем стандартное сжатие. Здесь, значит, я напишу снова Windows 10. И нажму на сохранить. А, вперед из песни. Запись закончена. Заняло это, ну, грубо говоря, полчаса. Стандартным упаковщиком GZIP. Теперь поисследуем некоторые свойства. Первое. Я хочу узнать, каковы размеры созданного архива. Так. Linux Data. FCA. 50. Десятка. 14 гигабайт. Размер, собственно говоря, десятки на жестком диске. По-моему, был около 28 гигабайт. Сейчас посмотрим. Да, практически 23. Ну, почти что в два раза он, как говорится, уменьшил. Теперь дальше что сделаем? Теперь мы запишем на девятый раздел жесткого диска нашу сохраненную копию. И посмотрим, будет ли она у нас загружаться или нет. Вот практически и все. Запускаем снова программу. Выводим пароль. Ну, здесь уже выбираем восстановление раздела. Выбираем на какой? На девятый раздел жесткого диска. Откуда? Медиа. У меня все это дело на пятом разделе. У вас может быть на другом. Вот копия. Дальше число потоков. Ну, выставлю на максимальное. Пусть побыстренькому все это дело идет. И нажимаем на кнопочку «Восстановить раздел». Так я понимаю. Не совпадает с сохраненным. Ничего подобного. Пусть продолжит восстановление. Нам это до лампочки. Так. Вот здесь вопрос. Хочу ли я выполнить восстановление загрузочной записи? С одной стороны, вроде бы как и нужно. А с другой стороны, может быть, мой поисковик операционных систем сможет его найти. Давайте-ка первый раз я напишу без загрузочной записи. Даже не знаю. Нет, не хочу. Вот пусть он себе, как говорится, вперед из песни и работает. Итак, запись закончена. Ну что, я закрываю программу. И первым делом, что я сделаю, пожалуй-ка я посмотрю ее на G-Party. Ну, вроде бы как... Ага. Тут еще изменений не произошло никаких. Ну, пусть пересканирует устройство. Тут еще раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приветствую тебя! Как у тебя дела? Я занимался. Это был цирк первейшей воды, но вроде бы сейчас он закончился у меня удачно. Так, как бы мне тебе это показать? У тебя минутка есть? Ты ничего? Нормально? Нормально, нормально. Я только переставил эту схему... Ну вот слушай. Значит, запускай-ка скайп... Так, я тут сейчас... Ой, господи, ну ты понимаешь, о чем я говорю. Тимку... И Глинар еще не инсталлирован. Ай ты, батюшки Света, а мне тебе надо экран показать. Сейчас я его подставлю. Ставь Тимку, а я сейчас как раз закончу с групп кастомайзером только что. Вроде бы как он зацепил. А это уже приятная новость. Пока будешь ставить, значит, послушай, каким интересным образом происходили сегодня события. Я все-таки сегодня решил заняться и попробовал сделать откатную копию. У меня десятка винды. Я сохранил ее в кладовочку. Значит, отформатировал раздел через G-Party. И обратно восстановил. Ну, появился, значит, желтый значок, что там что-то какие-то там ошибки. В общем, ни черта запустить систему не удалось. Я делал ее сжатием LZO. Самым мощным это самое. Значит, ну, что поделать. У меня акронисом было все это дело забыкаплено. Я дело отформатировал, восстановил акронисом копию. Смотрю, опять желтенький значок, какие-то ошибки находят. Я заскакиваю на винду. Бегу туда на диск C, проверка диска C. И вот, знаешь, когда нажимаешь там свойства, проверить на ошибки, он сразу просит перезагрузиться. Ага. Я, значит, перезагрузился, он мне там все ошибки подправил. Заскакиваю, значит, в минт. У меня он тоже винду десятку видит. Все нормально. И тогда, значит, я решил попробовать сделать копию откатную винды просто самым обычным, стандартным, значит, архиватором. Просто стандартным. Безо всякого... Ты имеешь в виду эту программку винда? Или какой? Нет, я имею в виду нашу программку FS-архивер. То есть первый раз я делал откатную копию винды, я делал самым мощным архиватором. LZ0. Помнишь, да? LZO. И у меня не пошло. А второй раз я сделал, значит, при помощи LZO. Ой, при помощи стандартного архиватора. У меня, значит, был... Ты имеешь в виду вид компрессии? Да, вид компрессии, господи. LZO с виндов там работать не будет? Я сделал стандартным GZIP там или как-то там. Ну, короче, там написано стандартный. Сейчас поставишь тимку, я тебе покажу результаты. Тут даже без перезагрузки я могу тебе сказать, что он упадет, потому что у меня во-первых, загрузчик операционных систем ее зацепил. И, во-вторых, там нет одной фиговинки, которая выскакивает, если какая-то там ошибка. И на G-part не все показывает нормально. Поэтому у меня просто, так сказать, проверить, грузится или нет винда, ну, скажем так, уже дело с рутинной проверки, потому что я процентов на 95 уверен, что она загрузится, куда же она денется. И причем при восстановлении опять она меня, значит, спросила, первый раз, вы хотите, значит, восстановить копию винды на раздел, который отличается по размерам, с которого вы делали, значит, копию. Желаете продолжить? Я написал да. А второе сообщение было, что, значит, могу восстановить с загрузочной записью, а могу без. А я нажал без. Почему? Потому что у меня супер менеджер, он хорошо ищет операционные системы. А другой, значит, группастомайзер, он хорошо их, скажем так, перетасовывает. Поэтому я, значит, все это дело сделал. У меня второй, Диндуна, сейчас у меня две менеджеры, получается, две десятки. Вот. Он и ее увидел. И плюс, значит, вот, значочек через G-Party, когда там виндайский не в порядке, то он высвечивал кругляшок оранжевый. Нет, через G-Party это тоже нормальный голубенький, как говорится, это ФС-ный разделчик. Почему я говорю, что я сейчас довольно-таки уверен, что у меня и вторая красавица стартанет. Просто нужно будет пережать. Вот все ФСР Фидором это делать, это опасная штука. А какая разница у меня разделов как грязи? Давай это самое... Поставил Тимку? Не-не, ставлю только. Я не на Минке, это не так просто. А на чем ты? Сейчас у меня Федора. А что, на Федору Тимка плохо ставится или что? Не-не, она вообще никак не ставится, только ручками. Да ты что! Да, нет у ее репозитории. А есть у них такой репозиторий, называется Феди? Да. Лицензия Коммин, активирован. Все, стартануло у меня это Тимка. Сейчас я тебе дам номер. А, ну ты потом переставишь. Сейчас я свою Тимку, да. Сейчас я свою тоже стартану. Я тут... У меня два миллиона окон открыто, а я еще... А, я правда поставил это? Ну, по закрыванию необходимо, потому что... Так, 6, 6, 6. А может тебе сразу напрямую мой номер дать? Ну давай. 6, 5, 7. 6, 5, 7. 6, 5, 7. 3, 9, 6. 3, 9, 6. 3, 9, 6. 3, 9, 6. 7, 7, 2. 7, 2. 7, 2. И пароль 3763. Сейчас, секунду, потом стартанет. Все, давай. Пароль 3763. 33. Амм, да. Так, привет. Видишь мой экран? Ну, давай, я смотрю. Ну, вот смотри. Значит, в лицах, как говорится, и красках. Значит, первый, значит, мой опыт, чтобы ужать при помощи максимального сжатия, значит, винду окончился безуспешно. Послушай, послушай, Алексей, я извиняюсь, что я тебя перебиваю, но это, в принципе же, это просто. Прежде чем делать что-то, с чем ты не знаком, посмотри в интернете. Там у тебя сразу написали, что LCO будет работать только с Unix или с Unix подобными форматами. Да, что-то даже не шурупил. Ну, короче, смотри. Поэтому не удивительно, что оно не работает? Оно и не должно. Оно же не понимает, о чем идет речь. Хорошо. Лёва, значит, смотри. Вот у меня, значит, на втором разделе был жесткий диск, в смысле десяточка. И, значит, я ее, когда, значит, первый раз это LCO делал и восстановил, у меня получился здесь такой оранжевый кружочек, там системная информация, вон ошибка написана. Ну, я, короче, из-за крониса восстановился, проверил диск на ошибки, и у меня, значит, стало вот голубенького цвета. Думаю, ну, второй раз, но думаю, уже, ну, я уже устал. Я выделил на девятом разделе, у меня местечко был пустой раздел. Я, значит, из копии, значит, созданной со второго раздела, из кладовочки восстановился на этот раздел. Восстановился на этот раздел, и потом тут же, что сделал? Я побежал, во-первых, групп, супер-буд-менеджером я пробежался, он мне определил все мои эти операционные системы и зацепил ее. Вот она, в девятом разделе. А, понял. И затем, при помощи групп кастомайзера, ну, я просто их взял и перетисовал необходимые мне порядки. Моя стандартная минт, на которой я работаю, здесь, где я делаю только сборки. Здесь, значит, манджарку я пробовал. Здесь вот тоже стандартная минта, которая у меня обычно стоит на втором разделе. А сейчас вот это вот. Вот сейчас я ее буду проверять. Вот.